ну что поехали каталог семян не забывайте сюда нажимать вот я начал рассказываешь крупноплодными вот проблема с косточками лучше сейчас заказать пока есть серафим и амур и артём и так значит добрый вечер здравствуйте добрый вечер добрый вечер казахстан вот проблему со звуком сейчас перезагрузим перезагрузили сельский сад это что вообще там малина многолетний кустарник вот только надземная часть имеет двухлетний цикл аремонтация малина может однолетний вы правильно написали это действительно многолетний правда через несколько лет его все надо это пересаживать очень быстро дряхлеет вот ну есть еще с умом обрезать обрезать да вот я например всегда оставлял 23 он растет не обязательно это самое это одна и та же ветка один раз она вырастает и она же на второй год плодоносит а рядом еще есть несколько и отживших и будущих это понятно вот но попробуйте вы из нее сделайте дерево представляете как видите многолетние а дерево вам уже видите лежите подоградки вот штамп имеет все а дальше это попробуйте вы с этим штампом ничего зло берет попробуйте вы с этим штампом чтобы она уцелела на большей части россии а как там было написано вспоминаем там было написано вот гранированная для большой да это практически всей россии но так я точно не помню уже то есть обещано что она по всей россии будет в виде дерева плодоносит чушь собачья еще быстрее умрет в виде будучи деревом то есть искалечено под дерево скажем так магазине плодородия продают ежемалину ягоды как у малины но крупнее а курс ежевики больше трех метров так это андрей у вас есть такой куст больше трех метров покажите посмотрим дело в том что как-то говорит на заборе тоже пишут если это у вас такая я всегда доверяю конкретным людям вот если алексей охренел шелковицу и теперь он может полным правом продавать саженцы значит это я понимаю но если я увижу что продается саженцы этой же самой шелковицы а я же говорю саратов получил из 200 замерзло 190 вот это у меня то ну в общем вы поняли о чем речь идет давайте куст ежевики 3 метра с этими прекрасными плодами черябинске покажите мы его сразу крутим мы начнете очень быстро это не же как размножаются легко легко у вас а то в магазине продаются свою покажите вы еще и продавать будете если вы купили в магазине вырастили она больше трех метров вся покрыта плодами вот это вот для этого мы тут и существуем а не для того чтобы это а если они пишут что у них больше трех метров пишут в магазине на заборе тоже пишут здравствуйте влере константинович моя посылка отправила 23 июня вчера вечера выехала из новосибирска но до барнавола почему-то не доехала как косточки моих сухими банками в погреб так ну все правильно сколько может прожить селиваника и венгерка привитая на волосную вишню понятия не имею я никогда их не привал на волосную вишню я только персик привал но персик я привал тоже ничего хорошего ну посадите я никогда не сказки не рассказывал да дождался плодношений но я привидел 23 потом был на следующий год их было 10 на следующий год их было 5 потом 3 2 1 вот и сейчас она еще жива но толку то уже нет уже тот первый урожай два года назад персика на волосе вишн стал оказался последний потом сергей прям питомники не успел он не продал эту привитую на этот самый на волосную вишню персиков на следующий год дал 13-18 плодов другой кустик небольшой ну и все вот весь опыт особо еще и никуда волосная вишня я считаю что это это не слива и не вишня она ближе к сливе не зря на нее от приживаются даже абрикосы ближе к сливе но это тут же они же тут же привал свинир востока но она не прижилась значит ну не прижился сувенир на волосную вишню пробуйте но я одно скажу зачем эти разновидовые привить ну почему слива не привить на слив а что годы терять скажите разный сорт семядоль при раскрытии сортовая особенность что разный цвет семядоль не знаю не знаю редкий случай когда игры не знаю мне кажется что как если в общем рассуждать ну вот разный цвет или это говорит все равно больная или она говорит о том что у него это разноцик всегда бывает вот я всегда думаю господи вот хожу десять абрикосов все цветут белым цветом прямо белая как невеста одиннадцатая розовая но что-то особенное потом оказалось ничего особенного после этого я решил что что угадать вырасти тогда увидите невзоров делаю со счетом что будущее весной перепривью на сливовый подвой который должен быть вырасти этим летом а кусочки по расти не захотели поэтому выписывал вас кусочки опять так вы к хотелось бы подниматься как у вас а у вас как у сергея с прививками через желтые драганы и сказочные они как на что на привал они привал вообще в этом году если он я имею ввиду на продаже не привал или некоторые у него выдавливает как давит давит он потом раз криканет вышли вот потом я злюсь ну ладно короче давайте делаем так в этом году я ни разу не обратил даже не знаю что он привал толком да вот я увидел как он посадил десяток но тут же прям по саду где вот чуть-чуть место появилось раз ткнет туда ткнет туда ткнет вот это я видел все больше ничего не знаю я последнее время говорю обращайтесь напрямую на вру вот она что привал это я могу сказать мы всегда привал только на вишню но имеется ввиду вишня которая которую я условно называю себе скажем так у меня прививки по 4 того и другого пошли привиты на вашу вишню кустовидной формы который почти не плодоносит но дает мощный отводки как это так кустовидная вишня дает мощный отводки у меня вишня или сибирская штамбовая это мощное дерево или вишня степная только две разновидности все вот на степную я прививал я когда привез эти самые культурные черенки вишни с всего-то было у меня по двое несколько два я привил на вишню сибирскую штамбовую они мощные деревья сейчас мощные такие мощные что 90 процентов этим птицы съедают крупная вкусная вишня вот кстати вот видите вот тут реклама да вот сейчас тут возьму нажму не час новинки саженцы вишни а бекер вот это ой кстати обидно вранье чистейшая все из этого из интернета все все эти или нарисованы из интернета это их слову и вот представьте вот такая видите я показываю где этим самым стрелочкой вот такая вишня у меня такие получились три две привитые на сибирскую штамбовую одна на третья на этом на степную у меня привал очень низкая она мне не обогнала степную вот только что поменьше раза в три в объеме и выражая раза в три меньше поэтому я не исключаю что вы привели на сибирскую штамбу и она тоже дает отводки если ей не заниматься она может расти вот так смотрите сибирскую вот так может расти она тоже дает кучу отводку особенно знаете где там где ей тяжело она берет количество веток потому что допустим близко к грунтовой воды она тут же перестраивается вместо того чтобы расти он там где-то далеко до воды добраться у нее же стержневой корень у вишни сибирской там было мощное дерево а вдруг там близкая вода тогда она растет вот так вот так и расползается под это вот так под землей умею рассказывать и вот так наверху в виде куста то есть она применяет запасной вариант караул мы тонем говорит вишня и растет кустовидной и вот вы где-то взяли и привели то ли на сибирскую штамбу то ли про это вот но вы пишете на дает мощные отводки интересно что это за сорт вот теперь гадайте что я сказал то и сказал а вот теперь бухтиярова я спрашиваю про абрикосы интересно что-то где у нас бухтиярова скажите какая разница всеми тоже ну я тоже принципе имел ввиду абрикосы у них у абрикосов много разных отцов поэтому ждать от меня конкретного ответа невозможно вот так же как мы никогда не знаем дети наши или от соседа так извините за шутку все здравствуйте первый раз сама стояла косточки были сливы абрикосы и вишня так так первый раз сама стояла косточки сливы абрикосы и вишни было много проснулся в холодильнике их посадил в горшочке потом высаживал чтобы сразу не высадить а может рано возошли остальные косточки весной посадил на грядку абрикосы вывезли все но это успех какое-то количество потом кто-то съел на ее но большинство раз вы знаете мне всегда смущает я должен дать совета накрывайте вот посадили и накройте сразу бутылкой уже уже не съедят или шансов что съедят меньше и опять же боюсь потому что бывало все наоборот именно бутылки вредили но большинство радует не думала что такая всхожесть будет теперь голова болит как раз это приятная головная боль единственная головная боль которая приятная садила между двух брусков 5 на 5 после всхода убрала бруски и лишним делом так придется мне это мне неудобно технология два бруска это латинкова вот они моя он догадался я нет конечно я звонил везде и всюду про это символическую закупку он придумал два бруска посадился засыпал тут же вот как бы он объяснить то может поймете вот а потом значит бруски убираются остается вот такой гребешок в котором а потом еще дождями фактически получается что символическая закупка и в то же время высший уровень почвы ну латинков молодец умница ну чё скажу ну это ж латинков чё вы хотите вот и похоже что с его технологии два бруска 5 на 5 у вас это помогло это помогло уже не то что вылезти вылезти могло без бросков впоследствии чтобы не было вот этого поневольно чтобы не было что закопано под землей основание штампа то о чем я талдычу 20 лет но никак не до талдычу а Наталья Андреевна так винокур если совместимость подвоев получен из ваших садов в Сибирке и Ронецке с культурными сортами яблони из других садов нет есть понятие относительное вот Сибирка если из леса если яблони из другого сорта ну имеется ввиду черенки да вот из другого сорта может зайти то есть прижиться из 10-10 может из 10-0 у меня же это самое тоже они когда-то спознавали могли я же не говорю чужого сада это не значит что они не имеют в это у себя в генах где-то в памяти там дикие то есть тогда которая поможет сраститься да вот то есть это неизвестно а Ронетка Ронетка она имеет большинство Ронеток имеют в своих этих самых генах гены Сибирки поэтому Ронетки с культурными у вас шансов больше вот Ронетка есть приводите с любого сада хоть с другого конца планеты вот и у вас получится ну пусть не 10 8 7 5 ну результат будет Сибирка может дать полностью это знаете как она не хотела принимать хоть у меня эти колновидки господи боже мой намочился я с ней вот это потом уже 2 3 поколения вот именно колновидки не принимаете все что ты будешь делать ну ладно как мог ответил Петренко здравьте товарищи садовники садоводы садовники это так цветочки розочки розари садовник не мы не кочегары мы не плотники не садовники мы садоводы Валерий если посадить южное дерево на севере а во время морозов укутывать для защиты может таким образом избегать гибели в Сибири кстати нектарин это мутант персика но это знаете вопрос спорный об этом ни один человек на планете не знает отсюда и все версии да мутант только что это кто-то тут постарался мутант слева луча кто-то по помогу а вот есть мутанты подобные или были а единственный случай единственным если не забуду покажу вам этого мутанта как-нибудь я уже показывал его вот а так сразу не найду у меня такой огромный архив спасибо за вебинар а тут насчет защиты от морозов относительно защиту когда-то я пропагандировал у меня поехала ко мне телевидение нескольких этих населенных пунктов собака на все они же вопросы за и стандартная у нас себе она себе я показывал я брал смотрите у меня были такой хороший пример я купил рулон чекла ткань белая красиво я нарезала кусками и ну я всегда говорю зачем едете советы какие ну вот примерно то я же помните я прокололся когда первое телевидение въехала со скандалом не сделал съемки это когда они хотели меня заставить чтобы я садил ямку и прочее прочее ну натурально приехали это знаете как это моя обида впервые телевидение республиканская но пусть хакасия не самая большая страна но это еще и пол красавиатского края занимает вот я жду их это такой такие плоды уже все так вот сейчас я вам расскажу не вот читайте сценарий кто-то там в этом республиканском телевидении отправляя ко мне ведущую оператора и еще одного третьего человека рассучил им эту копию того что он содрал этот ну кто-то видимо у них еще видимо если режиссер типа режиссера программа там у них была программа называется сельский час вот сельский час и усучил им а он взял и содрал тогда еще этих не было интернета а просто копию с какой-то книги и там я должен был взять лопату подойти ямку выкопать так и написано глубины размеры ямки все я должен был это все это показать как я это делал ему голову не пришло что я ямку то не грою я наоборот холмы я тут же надо бы а мобильников нет а это деревня я редко я не буду это пустить вас деревья губить они говорят а мы не имеем права отступить я отказываюсь я просто отказываюсь я же психованный в этих планах не совсем нормально они говорят а мы не имеем права отступить от сценария ну тогда все ну как мы ехали в такую дальнюю пока сделать ямку короче по скандали и разошлись больше ко мне этот канал не приезжал хорошо что в Бакане был еще один канал а еще в Миносинске а еще в Красноярске а еще в Кемерово в Савеногорске еще два канала и так далее и вот я значит из Москвы даже приезжал ко мне этот телеканал культура культура так вот значит получилось так что я просто напросто как сказать ограничен в своих возможностях но как мог так мог вот и несмотря на это прошло столько лет вот и опять то же самое что мне 20 лет назад пытались внушить это же самое опять на экране и опять мы это все видим я глотаю эти как это называется валидол и ничего не могу поделать вот а еще получается так что у нас же рядом тайга да я бы мог съездить с этим телем в тайгу я бы мог показать чтобы каждый мог зайти в тайгу выкопать саженец но все равно добиться идеального результата невозможно потому что это в моих культурных яблонях гены этих же сибирок уже то есть не сибирка привыкает в виде ранетки ранетка это культурная сибирка скажем так часть сибирки а именно вот секрет секретов это одно из моих мировых открытий в уже привитом дереве уже который был с трудом но как-то прижился на сибирке в нем уже гены сибирки хотя это роскошная вот помните показывал 500 граммовая вот оно 500 граммов он приживается на сибирку вот так вот должно быть строится садоводство вот и получается я частично ответил на ваши вопросы частично не ответил насчет из других садов в другом саду может быть тоже уже привыкли дички когда-то убили в генах ну только вместо 10 ну 5 приживется но это еще приживется не обязательно будет 40 лет жить начинается борьба отторжения и наша песня хороша мне надо ребят закругляться так здрасте товарищ садовники ха но это уже это самое про укутывание я чуть-чуть отрекся на этот это такой так устроен и так телевидение приезжают а я готовился не к этим ямку выкопать и нам вот а к тому что покажу ухлите на зиму потому что тогда морозы были страшнее чем сейчас страшнее не только общее что все-таки идет хотя и матерю с оградцами зиму но более щекруче и тогда я беру обертываю телевидение уехало и обертываю саженец штамп и скелетные ветки чем эти лоскутами из стеклоткани обертываю как-то закрепляю и потом когда приезжает телевидение уже другой канал я говорю вот смотрите уже обернуто про ямки не спрашивайте а посоветуйте людям снимайте и сам фотографию делал первое утепление стеклоткань пусть она и искусственная то есть это тебе не теплая вот это натуральная там это тебе не хлопок и не шерсть но все-таки утепление раз заменяет солнце это по белку белое-белое укутано укутано солнечной ожоги не будет не будет два и защита от мышей три вот вам все что мы весь мой опыт по можно ли избегать гибели в сибири я ответил как мог так вишня не ваша а местная а ну раз про весу вишню ну шо я скажу черешня вырастает дерево да черешня вырастает дерево именно дерево никогда не бывает куста причем у нее такая зараза особенность я стараюсь ее ничего не делать с ней она вырастает до неба и невозможно снять плоды и большая часть плодов достается этим сам птицам так у меня они свердловская сибирка не принимает самый большой год проживает ну я в принципе ответил а анис у меня из питомника на карликом подвое а карликом подвое это культурное дерево сам подвое карлик он культурный это не дикарь если был дикарем то анис привитый на карлик подвое бы просто не существовал на свете А у них же откуда По двое, почему они не кипнут на сало Потому что это культурное дерево Ветки нарезают, втыкают Получают по двое Культурное, если бы с той же сибельки Ветки нарезали, втыкали, чтобы получить Карликовые сибельки Так они бы хрен за чем приросло бы Приживали бы Ну все, вроде я на все ответил Друзья Значит каталог Семен Не забывайте Вот, я вас прошу Еще, где у меня еще Может быть сейчас получится, не получится Я вот сейчас нажал Сюда А вот Вот здесь вот у меня Вот у меня А сайт В общем на этом сайте Сами можете найти Сайт Судового железа, там найдете Я боюсь что-нибудь испортить Вот Значит Там найдете Каталог свежий Вот я не знаю У этого самого Антона Валерьевич Вот здесь вот Свежий каталог Не свежий Нажать боюсь Так Ну все вроде бы В общем Кого нужны семена Нажимайте Если что не понятно На прямую То есть после этого Обращайтесь Уточним Но уже после того Когда вы сюда нажмете Вот Ну все вроде бы Закончили Сегодня половину рассказал Трое поле успеем рассказать Вот Ну что До свидания Друзья Спокойной ночи До следующей субботы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...